Все самые современные методы реабилитации в одном месте. В новом центре на улице Октябрьской пациенты проходят третий этап реабилитации. В настоящий момент там лечатся участники СВО после тяжелых ранений, а также родители погибших ребят. В арсенале медиков галлокамеры и кислородные камеры, кабинеты механотерапии, восстановление опорно-двигательного аппарата и криотерапии. Особая гордость – сухая иммерсивная ванна. Пациент получает полную разгрузку. На первом месте идёт патология опорно-двигательного аппарата. То есть у нас получается, что расслабляет вся группа мышц, и пациент получает такую вот костную разгрузку. С оборудованием лично ознакомился полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров. Пообщался и с пациентами, родителями одного из погибших участников СВО. Кроме реабилитации, большое внимание уделяем и Алексею Юрьевичу, правительству Леонского области. В целом по всей стране большое внимание семьям, военнослужащих в СВО. Тем более, как у Вашей ситуации. То есть по социальной поддержке комплекс мер, знаем, что достаточно и вроде как большое внимание уделяет вот с этой точки зрения. Как достаточно ли внимания? Достаточно ли внимания, да, да, достаточно. Ну, в принципе, у нас каждая семья на контроле. На каждую семью завели паспорт со всеми проблемами. У нас есть наши службы соцзащиты. Их задача максимально быстро, без проволочек решать все проблемы. Потому что понимаем, что у кого-то сын находится в зоне специальной военной операции. У кого-то муж. Рассчитан центр на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием, 6 мест дневного пребывания и 34 места для амбулаторного лечения. А предлагаемые процедуры помогут бойцам плавно вернуться к привычному для жизни ритму. Это подтверждают специалисты. В центре работают терапевты, врачи функциональной диагностики, неврологи, психотерапевты и многие другие. Анна Тищенко, Управда ТВ.